У вас в Библии есть святая? Ну, есть, так-то. Понятно. А вы сами молитесь Богу? Ну, не у меня нет. Конечно, молюсь. А вы совершаете крестное знамение? Ну, да. А ну, покажите. А что из такого-то? Да. Понятно. Это знамение – оружие против дьявола. Он боится креста, потому что крестом был разбит. И поэтому, когда сектанты говорят, что Бог не требует служения рук человеческих, они не понимают, о чем говорится. Там речь идет о строительстве лидовских капищ. А что руки лужи при молении? Написано, Павел говорит, хочу, чтобы на всяком месте мужи воздевали руки без гнева и сомнения. Если человек не совершает крестное знамение, значит, он находится в гневе и в сомнении. Не, ну, в гневе и сомнении можно и христианином быть, что говорить-то про это. И крест можно в любое время принести. Но только он поможет, не поможет тебе. Вот в чем дело. Главное, чтобы любовь в сердце была. Тогда и легче будет. Понятно. А вы когда-либо лечились там у волшебников, у лекарей, таких шептунов, у Кашпировского? Нет так-то. Никогда? Нет. А как вы относитесь к язычеству, которое сегодня пропагандируется, называется родноверием, там, староверами по-разному? Ну, староверы-то более-менее еще нормальные люди. Староверы старобрядцы нормальные. А они себя язычники, они Христа не признают. Нет, язычники, это, конечно, негативное все. Это все мертвое, изучение. Я не знаю вообще, зачем им нужно. Это просто слабо такие вот развитые люди могут такие вещи пропитывать. А кто такой для вас Христос? Если не секрет. Христос? Это великий учитель человечества, который приходил своим путем, показал нам, как нам надо жить. Но только человек, или он все-таки не человек, а больше того. Гораздо больше, чем человек. Что говорить, например? Потому что евангелист Иоанн говорит, вначале было слово, слово было у Бога, и слово было Бог. То есть он есть Бог, Бога-человек. Почему его мать называется Богородицей? Нет, понятно, я это признаю. И все, конечно. Вот он внес вот свою любовь. Вот я хотел бы с вами поделиться вот как раз вот этой божественной любовью, которую по Христа и... А любовью нельзя делиться. Ее никак нельзя другому дать. Если не любит человек, допустим, человек любит своего сына, а сын у него больной. Его никто не может любить. А отец его любит, и все. А научить любить его сына он не может. И мы не можем никого научить любить наш Алтай. Другой говорит, а мне нравится в Таиланде быть. А я люблю вот в деревне быть. Мне горы не нравятся. Я никогда в горах не жил долго. У нас поля, сколько глаз хватает. И научить человека горного любить равнины невозможно. Да, это понятно, конечно. Дело в том, что чувство любви там можно культинировать себе и просто использовать это в своей жизни. Да. Христос умер за нас, самое главное. Он спас нас. Он пролил за нас причистую кровь и дарует нам жизнь вечную. Эта жизнь коротенькая. Два раза мигнул уже на той стороне. Ну, понятно, конечно. Да. Но дело в том, что он и любви много принес. И вот за счет любви-то мы еще и живем за счет его. Так он сам есть любовь. Да, вот и нам такими же надо стать. Да. Будьте святы, как я свят. Правильно. Ну, вот просто есть знания, которые могут помочь многим людям вернуть себе любовь. Знания должно быть только одно. Из Святой Библии. И как истолковались святые отцы. Если есть другое знание, какое-то люди откуда-то получали, это сразу уводит от Бога. И они пытаются этим знанием наделить кого-то. Я не зря вас спросил, знаете, если вы с этими колдунами, волшебниками, это оттуда знания. Буддизм разное, кришноидство. Ну, это не всегда вот так вот. Так же слепо тоже нельзя. Мусульмане, они тоже верующие же. Но дело в том, что у них и фанатиков тоже полно. Вот в чем дело. И это их вообще не украшает. Так же вот и христиане. Есть вот нормальные, спокойные. А есть вот такие тоже вот агрессивные. Есть вот всякие эти баптисты. Вот Библию насквозь лучше нас с вами знают. А любви-то нету. У них любовь есть. У нас ее меньше люби, чем у них. Но дело в том, что они... Они не в церкви, потому что нет у них рукоположения от апостольских времен. Они возникли спустя 1700 лет от Христа. Вот почему. Не знаю, конечно. У них хорошие семьи, они хорошие работники. У них любовь. Они помогают ближнему. Они друг друга в беде не бросают. Поэтому сказать, что у них любви нет, больше к нам это подходит. У нас, если разбогател, знать никого не знает. Ну, так-то да. Нам нужно смотреть на себя более критично. И тогда мы увидим. Вот адвентисты седьмого дня. Это от баптистов вышли еще. И вот в Америке самые долгожители адвентисты седьмого дня. Почему, спрашивают? Потому что они до самой старости занимаются спортом. Они не едят свинину. У них пища строго по порядку, как надо. День субботний соблюдают, не работают. И поэтому у них живут на десять лет больше, чем среднестатистический американец. Молодцы, что сказать. Ну вот, молодцы. Но они не церковь. Они ушли дальше, чем баптисты отступили от Бога. От церкви. Они не верят, что у человека есть душа. Что есть ад. Есть мужчины. Что сегодня вместо субботы должно быть воскресенье. Они этого не знают. А люди хорошие. Просто живут и все. Нам же тоже их обсуждать, а осуждать-то не надо. Живут и живут, выживут по триста лет. Вот не осуждение. Мы просто констатируем сам факт. Факт. Потому что субботником не был ни Серафим Саровский, ни Иоанн Короштадский. Они были православными. Нам путь указан. Церковь православная, две тысячи лет на земле. Не, две тысячи лет, две тысячи лет. А люди-то вот вроде ходят в церковь, молятся. Мало толку-то от этого. Вот в чем дело. Ну, мало толку, потому что люди не знают священного писания. Они родились свыше. А рожденный свыше, он другим делается. Вот совершенно другой. Он сам себя не может узнать, когда покаялся, обратился к Богу. Не, многие причащаются и покаяние приносят. И все остальное. А простой любви-то в жизни нет. Вот это и будет для людей. Ну, понимаете, под словом «любовь», если так говорить, каждый понимает по-своему. Мы должны все-таки себя брать в рамки священного писания, святой Библии. Что означает любовь? Кто любит сына, тот чаще наказывает его, любовь или нет. Для ребенка ты его пороть будешь за преступления, за наркотики. Он скажет, папа меня не любит. А Библия говорит, если такой отец, который не наказывал бы детей своих, если вы его не наказываете, это незаконный ребенок, не твой. Ты своего сына будешь строго в рамках держать. Вот и любовь. А Бог говорит, кого любит, того наказывает. Вот он болеет, парализован, а в этом любовь Божия. А здоровый, крепкий, он идет не туда. Страдающий плотью, вот этой плотью, перестает грешить. Ну, это понятно, конечно. Вот женщина говорит, у меня шпоры на ногах. Я говорю, а ты ходила на танцплощадку? Ходила. Ну и молчи теперь. Мужчина кашляет, не могу, легкие, плохие. Я говорю, курил, курил. А что спрашиваешь-то? Да у меня с пищей не ладно. Пил, пил, вот тебе и ответ. Нет. Ты болезненько... Да это не из-за этого, и не из-за курила, и не из-за всего остального. Это то, что обиды всякие, злобы, испускаемость себя все негативную. А потом все это возвращается через организм, вылазит перстанетры. Табакур на 12 лет живет меньше. Как это нет? У него прожженное все. И курит на свае, у него рак губы. Рак губы. Человек внюхательный табак употребляет. Рак носовой полости. Как нет? Это от этого прямо. Сыроз печени от пьянства. Вот именно что. Но это все равно приводит... Пьянство это тоже приводит к последствиям просто какие-то. Ну, причина-то известная какая. Не веря в Бога. Но главное-то, что ответственность какая. Написано, пьяницы царствие Божие не наследуют. Этого мало. Даже хотя бы ему все было, но царствие Божие он решился. Пьяницы не увидят рай, они будут в аду гореть. И все. И пьянство отошло. Не надо даже нам и мусульман звать. Один страх Божий, его уже отдалит от нас. Ну, понятно, конечно. Просто есть техники, технологии всякие, что вот как-то людей надо не то, что вот злугу как-то причинять или наставить как-то, не знаю, как сказать-то даже. Не надо никаких технологий. Нужно молиться. Пост и молитва – это оружие против дьявола. Это дьявол соблазняет. Пост и молитва. Утренние, вечерние молитвы. Вот вы так сказали, я уже не сомневаюсь, что вы не молитесь утром-вечером. И написано 7 раз в день. 118-й Псалом, 164-й стих. Вы еще ничего не сказали, а я уже знаю, не молитесь. А если бы у вас вот такое оружие-то было, вот, лестовочка, то 100 поклонов. Да 7 раз, это уже 700 поклонов, да с молитвой вопияли к Богу, да со слезами-то. Вот это бы ушло. Никаких технологий не надо. Кланяйся, молись, твори милостыню, пост. Но все это делают просто в церковь, кто ходит? Не делают, как раз они не делают, которые ходят, в большинстве не делают. Он пришел, в рот разинул, проглотил и ушел. И опять так же курит и пьет. Это обман. Потому что Павел, говорит, недостойно причащается. Многие больные, немало умирает. Они смерть смерти. А в церковь до чего-то уходит? До чего, из-за страха? А его не научили, он не знает, что делать. Ему только счастье исповедуются, счастье причащается. А он недостойно причащается. И Павел, говорит, все больницы забитые. И кладбище растет, не подниму по часам. Да. Вот и все. Надо готовиться. Зачем он ходит? Причины разные. У одного ребенка болит. Вот сказали, иди в церковь помолись. В армию берут, испугался. Экзамен устроит, в это время бегут студенты. Сессии у них. Мы уже видим даже по наплыву, какой молодежи. Какой-то экзамен трудный. А человек должен молиться по любви. Три ступени. Первая, просительная. Дай, помоги, спаси, сохрани. Вторая, благодарю за все тебя. И третья, слава тебе, Божья наша слава. За все слава. За болезни, за друзей, за врагов. За все слава. А у неверующего не так. Ему виноват правитель. Виноват там патриарх. А за собой он не может смотреть. Ты можешь говорить и правителю, в свете Библии показать, чтобы исправить его. Это можно. Все в себе надо. Вот вначале себя поменяешь, тогда и жизнь вокруг тебя поменяется. А если не сидеть на задудок, конечно, ничего там не изменится. Вот видите, если один человек сидит дома, что он узнает? Вот почему апостол Иоанн говорит в первой главе, в первом послании, седьмой стих. И говорит так. Если ходим во свете, как он во свете, Христос, имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, ощущает нас от всякого греха. Он умер за нас. Я преступник. Я должен был умереть. А за меня Бог говорит, я отвечу, а тебе, по вере твоей отпущу грехи. Иметь общение друг с другом надо. Конечно, вообще не надо. Вот это вы пришли, это хорошо. Только надо было заранее написать, свободен я или нет. У меня тут окно было свободен. Больше никогда так не заходите. А сначала напишите. Ну и не раньше, еще недели через две только. У меня просто времени нет. А, понятно. Вам сколько лет-то? Ничего нет. 47. Ну, 47. А мне 77. Вот считай. Вы мне в сыновья годитесь. Ну, так это да. Видите, из них я 53 года служу Богу. 23 года я верил в Бога, но не имел Евангелия. Но мне Господь дал свое святое слово. И я поверил во все написанное во Святой Библии. И жизнь моя изменилась. Вот надо любить. Что любить? Я работаю на море. Я зайду в город, я иду, у меня улицы, дома, мне тесно. Там простор, океан. А когда я уверовал, пришлось все оставить. Пошел на стройку опять. Я профессиональный строитель, прорабом был. Почему Бог? Он выводит, чтобы в море плавать, я не могу в церковь сходить. Это уже не для нас. Наша экспедиция не больше недели может быть. Бог, который он всегда в сердце находит. Ой, искать нигде не надо. Далеко ходить не надо. Просто обращайся к нему, и все это получится. Ну, обращаться можно мысленно. Даже не шевелить губами. Но да еще есть, где мы приходим в храм, и вместе стоим, вместе песнопение возносим. Вот сейчас, как звездой ущахуся. Рождество Христово отмечали. Только вчера. Вы на нашем ютубе-то бываете на видеоканале? Да, нет, ни разу не был. Были? Нет, не был. А почему? А я не знаю, где это было. А я вам сейчас как поговорим, я вам скину данный видеоканал. У нас там больше 4 тысяч видео. Вот это вот видео, с вами разговариваем. Оно будет стоять недели через полторы. И вы увидите, как мы с вами разговаривали. Ну все равно, я предлагаю все-таки это, как-то направлять людей, чтобы не просто молиться, а с любовью в душу своей. С радостью как-то. Я знаю, что вас тревожит. У вас какие-то технологии, вы что-то узнали, вопреки Библии. Нет, дело-то не в технологиях. Это совсем другие вещи. Вот понимаете, это как раз мешает нам. Что ты знал? Написано, чтобы сосуд свой очистили, оставили. Отвергнись себя, своего я, на учение. Возьми крест, страдания, и следуй за мной, Господь говорит. Кто эти три этапа не проходит, он не может идти за Христом. И поэтому поделиться тем, что старое, это не нужно. Если вы проверьте то, что вы знаете, сходится ли со Святой Библией. Если не сходится, вы никому не говорите. Вы просто будете, как источник заразы, заражать людей этим. Я знаю, что вам охота сказать, у вас что-то есть. Мне рассказывать не надо, я просто вижу по лицу у вас. Просто есть люди, которые, вот, допустим, святые все. Они же чисто с любовью помогали-то людям. Не то, что с любым знаменем, там, или чем-то. Помогали. Вот вы знаете историю Савла из Тарса? Знаете? Он был учитель большого ранга. Фарисея от фарисеев. И он понял, что Христос, который пришел, он не мессия. Он обманщик. И он христиан арестовал и терзал. И в это время, когда побивали первомущеника Стефана, ну, люди побивали камнями. Не голову резать, как у чеченцев, а камнями побивать. А он одежды стерек. Он очень был ревностный. За веру еврейскую, старую, Моисеева закона. Но пошел в другой город, Дамаск, как в Сирию. Он в Сирию пошел. И там христиане были и дорогой, чтобы арестовывать их. И в это время, когда он ехал туда, в это время с неба свет пролился. И он упал и потерял зрение. И слышит ему голос, говорит, Савл, Савл, что ты гонишь в меня? Трудно тебе идти против вражна. То есть, рог насаженный. Ты куда идешь? А он говорит, а Господи, кто ты? Он говорит, я Иисус, которого ты гонишь. А он Иисуса не гнал. Он гнал верующих в Иисуса. И вот теперь, через три дня к нему придет Анания, преподаст ему крещение, епископ Дамаска. И далее он будет самым великим апостолом. Вот в Новом Завете 27 книг, а 14 принадлежат его авторству. Вот как из гонителя сделался гонимый апостол Павел. Понятно. Ну, что сказать-то, не знаю. Просто, вот так вот, как мы живем, это не очень хорошо. Я вам дам наш сайт. Вы на него зайдете. Там 38 моих книг. 38 книг моих мной издано. И там ответы дают. 4124 ответа. Я на университетах преподавал. По радио вел, когда три программы. И вы там все найдете. Какие у вас вопросы будут? Только ткни. Вопросы пошли дальше. Вопрос любой ткни. И откроется сама тема. Не, но понимаете, что вы тоже можете ошибаться. Или вы все так уверены, что никогда не ошибаетесь? Так это не мое. Если бы я ошибался, я бы не был проповедник. Прежде чем пойти куда-то сказать, я должен был знать Библию. Библию знать от корки до корки. 77 книг. Каноны. Это канон не один, не два, а 719 правил. Канонов церкви-то. Жития святых это 1173 биографии. И труды святых отцов это 300 томов. Нет, но это понимаете, все без любви это пустое. Нет, это не пустое. Если не любишь, ты знать этого не будешь. Ты это изучаешь по любви к Богу. А так, любовь, любовь, говори, любовь, а ничего нету, ты ничего не знаешь. Какая любовь-то? Сердце надо путевать, любовь к Богу. Любовь к Богу выражается в том, что написано, да не отходит книга себе от уст твоих. Но получается, не или не ночь. Вот люди спрашивают, проверить себя можно, что ты любишь? Господь говорит, если любите меня, соблюдите мои заповеди. А как ты соблюдешь, когда ты их не знаешь? А так мало, что в книгах у меня сердце. Но сердце одно у коммуниста, у фашиста, они тоже любят кого-то. Нет, дело в том, что правила-то все знаешь, каждый человек в курсе маленько. А творим-то, что попало? Не надо, что попало, мы не творим, что попало. Вот мы живем верующие, у нас даже это слово не именуется. Мы каждое утро просим у Бога благословения, днем молимся. И что попало, мы не делаем. Узнаем, где какая беда, немощь, стараемся всем помочь. А то Господь так умудряет. Мы чужим не пользуемся, только своим работаем. Как это, что попало? Вы так себя на этом утверждаете? А мы сказать этого не можем. У нас друзья, которые никто, что попало, не делает. Никто. У нас люди боятся Бога. Любят Бога. Так вот его бояться-то не надо как раз, надо любить просто. Вот любить, это уже вы обманутые. Почему? Написано, начало мудрости, страх Господень. Притча Соломона, 1 глава, 7 стих. Венеция, средина мудрости. А я люблю. Игнатий Причинов говорит, если ты не испытал страха Божия, начни сначала. Ты оболгал Бога. Бог, говорит, называется страшный, с большой буквы, с гневом. Прикасается к горам, горы дымятся. Потопом потопил земли. Как ты Бога не убоишься? Написано, бойся Бога. Ему одному служи. А я не хочу, я любить. Ничего ты не любишь его, если ты не боишься Бога. Божь страха любить. Зачем страх-то вот этот вот может? Я вам сказал. Написано, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Со страхом и трепетом. Как бы не обидеть Бога. Как бы не нарушить заповедь. Это апостол Павел пишет с филиппийцем. Вы про любовь даже не можете знать, если не знаете страха Божия. Видите, как не сломится. Есть люди страхицы, они все знают, понимают. Но без любви никто к ним не идет. Скажите, ребенок отца не слушается. Что ему нужно? Страх. Люди выезжают на дорогу. Почему они боятся ехать на красный свет? Потому что полиция стоит везде. Там все, я люблю полицию и выполняю. Почему я закон выполняю? Я ее не люблю, полицию. Да я обязан это делать. А любовь потом придет, когда я буду понимать, что они за меня страдают и мучаются. Любовь никогда не придет, пока ты сам к этому не придешь. Ну я вам сказал как. Я спорить-то не буду. Я вам возвестил один раз. К этой теме уже не возвращаемся. Спорит, кто ничего не знает. Не, ну понимаете, можно много знать. Но это не значит, что вы с Богом просто. Ну, отрицать другое не может. Я вам говорю по Писанию, а вы от ума говорите. Кого слушать, Бога или вас? Господь говорит, страхи. Вот в раю еще человек находится, и Бог ему еще смерти нет, не согрешили. А Бог говорит, а дерево добра и зла. Не вкушайтесь, смертью умрете. Смертью умрете. А они вкусили. И вы знаете, во что обошлось? Сто миллиардов умерло. Вот какой Бог, как любит святость. Сто миллиардов. Из-за того, что вкусили дерево, они там водами все умирают, во Христе все оживут. Поэтому говорить о любви, не испытав страха, это самообман. Любовь, любовь, айди, проверь любовь. Я люблю жену, а тот говорит, а я всех женщин люблю красивых. Ну и кого он любит-то? Он любит только грех. Да и себя он не любит, он грех любит-то. Если себя бы любил, он бы не истощал себя на блуд. Ну вот поэтому о себе только и заботимся. Ну мы встретились, мы поговорили. У вас вопросы какие есть еще? Ну, наверное, нету, скорее всего. Ну пока все, тогда. Если ничего нет. Ага, ну ладно. Так, с Богом. Храни вас Господь, до свидания. Отвечайтесь. Слава Богу. Благодарю. Он давно на меня шел, и я его занес в черный список. Игорь Панков. Я думаю, что это он, а может быть не он. Ну, я сейчас посмотрю, Игорь и Панков. Если это он. Он сразу, любовь, любовь, это надо, то другое. И дальше написал такое, видно, язычество в нем. Ну, если не он, я не знаю. Сейчас еще раз проверю. Но похожа очень фамилия. Панов или Панков. Говорит, Горн-Навалтай. Это Новоалтайск рядом. Благослови его, Господи. Я увижусь. Сейчас я проверю. Игорь Панков. Горн-Навалтайск.